21 июня в центре нашего города произошло убийство, а потом задержание подозреваемых. И после этого трехдневное судебное разбирательство. Все трое подозреваемых получили по 60 дней содержание под стражей. К концу сентября подходят к концу сроки содержания. Как складываются обстоятельства в этом деле сейчас? С таким вопросом мы обратились в нашу прокуратуру. На сегодняшний день прокуратура области, профессиональным керівникам старшей группы повторно звернуто до суду щодо продолжения тримания под вартою. И всем трех фигурантам данной справы продолжено меру запобежної захода, без внесения заставы. Мы прошли всю эту апелляційную инстанцию. И на сегодняшний день, как мне известно, плануется их приведение в место Киев. Оскільки досудовая расследовательность длится прокуратура области. Судачина была или уже продолжение? Все продолжено, однако мы не можем разголошивать. Данные ухвали в реєстре засекречены, соответственно, до единого реєстру. Я считаю, что скоро мы закончим данное криминальное проведение, однако доси тривает ряд экспертиз, оскільки там очень важные экспертизы. Они не месяц, не два делаются. Після, я вважаю, зробления всех экспертиз, прокуратуру областю, будет принято решение о закінчении данного криминального проведения. З вашего точки зрения, суд, когда будет? Орієнтону, да и Бог, как говорят, до Нового року, чтобы криминальное проведение закинчило. Оскільки, если будет какой-то... Также сторона захисту может заявлять свои клопотания, и нам придется выполнять, или не выполнять. То есть, скажут, что иди с мигальной стороны. В случае каких-либо изменений в сроках проведения расследования, мы обязательно вам сообщим.